Волна лжеминирований захлестнула страну. Сообщения об угрозах взрыва поступили в десятках регионов России. В том числе и в Чувашии. Сегодня в Чебоксарах массово эвакуировали школы и торговые центры. Репортаж с места событий. Сигнальные ленты, сотрудники полиции, пожарные, медики и спецтехника. Во второй Чебоксарской школе учебный день неожиданно завершился. Все из-за этого анонимного письма на электронку. В сообщении о заминировании школы поступило примерно в 10.40 утра. В считанные минуты прошла эвакуация. Учеников младших классов разместили в центре маунтинбайка. Сейчас территория вокруг школы оцеплена. Спецслужбы ждут приезда кинологов. Я увидел пожарную машину, заинтересовался, что случилось. Потом вижу пожарник стоит и говорят, в нашей школе какая-то там ситуация, давайте эвакуироваться. Мы все быстро взяли куртки и вышли. Паники вообще не было. У нас в школе проводится два раза в год учебная эвакуация. Но мы быстро справляемся обычно. Быстро эвакуировались и ученики другой столичной школы, 61-й. Здесь тоже поступило сообщение об угрозе взрыва. Ну, вон жена за компьютером сидела. Ей пришло сообщение от учительницы. Прибегите, срочно заберите детей. Сказали, школа заминирована. Все, детей разбирайте все. Дети все на улице. Вот кто видел это все сообщение, те родители прибежали и забрали детей. Остальных детей разместили в соседнем спорткомплексе. Массовая эвакуация прошла в 11 столичных школах. Учебные заведения вынуждены были покинуть более 11 тысяч человек. Была проведена без какой-то паники эвакуация детей. И надо сказать, что было принято все меры, чтобы обезопасить тех учащихся, которые обучаются в наших образовательных учреждениях. Никаких-то там эксцессов, чрезвычайных происшествий не было. Отходите на безопасное расстояние. Прервать рабочий день пришлось и сотрудникам ряда торговых центров Чебоксар. Эвакуация посетителей также прошла организованно и без эксцессов. Была общая тревога, и по рации объявили, что надо всем покинуть срочно здание. Чисто в нашей зоне, где мы работаем, там ничего такого не происходило. Сейчас мы вот ждем в ожидании. Каждый объект проверили кинологи с собаками. Все сообщения о минировании оказались ложными. Проведены проверочные мероприятия, в ходе которых устройств, представляющих опасность, не обнаружено. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и направленных на установление личностей злоумышленников. Ситуацию в регионах прокомментировал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Подобные волны имели место и в прошлом. Это наказуемое деяние. Специальные службы работают. Хочется надеяться, что подобные действия будут раскрыты. Такую цитату приводят федеральные СМИ. Татьяна Леонтьева, Ирина Волокова, Павел Рядков, Андрей Шоклев. Республика.